Проект нового микрорайона есть, а одобрения жителей прилегающих улиц нет. Речь про территорию между улицами Водопроводной и Константина Иванова в Чебоксарах, которую уже окрестили микрорайоном премьер. В Большом зале администрации столицы республики в очередной раз прошли публичные слушания. За жаркой дискуссией наблюдала Ольга Пырочкина. Наталью Афанасьеву и ее соседи из дома номер 11 по улице Водопроводная на публичные слушания привела вероятность остаться без детской площадки, парковки и вообще двора. Дело в том, что на территории между улицами Водопроводная, Константина Иванова и Московским проспектом планируется новый микрорайон премьер. И для застройщика важен каждый метр земли. Мы в свое время не утвердили дворовую территорию. И сейчас оказались в такой ситуации, что нас со всех сторон урезают. И у нас, по сути дела, не остается двора. И нам хотелось бы все-таки это узаконить и сделать как положено в пределах нормативов, которые положены для дома. Проблема Натальи Константиновны – только верхушка айсберга недовольства жителей, живущих на прилегающих к будущему микрорайону улицах. И это несмотря на то, что проект уже неоднократно выносили на обсуждение и архитектурного сообщества, и общественности. И впоследствии переделывали с учетом мнения тех и других. Да и строительство уже началось. В настоящее время нам ведется строительство четырех жилых домов со сроками сдачи в 2017-2018 годах. И в текущем году планируется начать строительство еще двух жилых домов. Приступив к реализации проекта после утверждения в 2015 году, нами, тем не менее, было принято решение пересмотреть часть проекта планировки территории. Одна из основных претензий к нынешней версии проекта района на непростом рельефе – перенос места расположения будущей школы с участка между домами 11 и 15 по улице Водопроводная ниже и сокращение количества мест. Пусть школа стоит там, где ровное, хорошее место, где есть подъездные пути. Они устраивают на этом месте муравейник. Проектировщик посчитал, сколько нужно мест в школе для детей будущих жильцов и забыл про потребности жильцов нынешних. Хотя школу в их районе им обещают уже больше 10 лет. По расчету, получается, нужно 263 места. Школа запроектирована на 275 мест. Уважаемые женщины! Жители, которые живут в данном микрорайоне, они уже пользуются школой Афанасьевом. Не учтены те дети, которые проживают в данном микрорайоне, уже существующих в домах. Абсолютно справедливое замечание. Если мы рассматриваем территорию в комплексе, то нужно учесть и те дома, которые уже существуют на прилегающих территориях. И по школе, и по детскому саду. Надо это учесть и надо подкорректировать в этой части. Надо учесть и еще один немаловажный факт. Когда речь идет о застройках на старых площадках, всегда найдутся те, кто не захочет оставлять свою землю. Я не продам свой участок, и все. А вы нарисовали на моем участке, черт знает что. Видимо, представителям компании-застройщика, проектировщикам и городским властям предстоит еще не раз встретиться с жителями. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.